В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратовича. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Большие и маленькие объекты меняют качество жизни каждого человека. Перемены – то, что волнует людей. С ежегодным обращением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Открыли пункты вакцинации во всех наших поликлиниках. Борьба с ковидом, работа ЖКХ, ремонт дорог и новая парковка. Эти и другие вопросы обсудили на онлайн-встрече главы с жителями. Оттуда такой оранжевый дым. Я такого цвета вообще в природе нигде не видел. 35-я годовщина чернобыльской трагедии. Свою историю рассказал ликвидатор Сергей Соловьев. Это награда действительно не только одного человека, это награда нашей команды. Сайт телеканала ЛРТ стал победителем регионального конкурса. Первый бой чуть-чуть страшно, а потом, когда я выигрываю первый бой, у меня дух встает бодрее. Окружной турнир по карате определил победителей. Как проходили состязания, расскажем. Непростой год. Губернатор Московской области обратился к жителям Подмосковья. В своем отчете Андрей Воробьев отметил трудности, связанные с пандемией. Они повлияли на работу коммунальщиков, школ, медиков и всех жителей области. Подробнее расскажет наш корреспондент. Несмотря на сложный год и приостановление деятельности некоторых структур, работа в Подмосковье продолжалась. В сфере транспорт губернатор показал объекты, которые сейчас находятся на этапе строительства. В их числе Октябрьский проспект в Люберцах. Большие и маленькие объекты меняют качество жизни каждого человека. Желтое, я хотел к этим слайдам перейти, то, что сейчас находится в работе. На сумму порядка 60 миллиардов рублей мы ведем работы. И через месяц, год или полтора сроки разные у каждого объекта. Легендарная улица Туполева в Жуковском будет реконструирована. Первый этап реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах. Особое внимание Андрей Воробьев уделил разделу «Экология». Несмотря на сортировку мусора, акции по сбору неперерабатываемой тары и другим мероприятиям, в Московской области существуют проблемы с загрязнением воздуха. Люберецкие очистные сооружения и мусоросжигательные заводы отходами этих предприятий дышат люберчане. Все эти вопросы должны контролироваться. Должен быть жесткий подход к собственникам, к тем, кто эксплуатирует данное предприятие. И наводить совместный порядок. Поэтому, я думаю, это такой импульс, который позволит нам и решать вопросы экологии. В сфере здравоохранения губернатор отметил важность прививки против COVID-19. Сегодня на территории Люберец открыты 10 пунктов вакцинации, в которые можно прийти без предварительной записи. Другие итоги работы глава округа планирует представить перед жителями в скором времени. Я планирую где-то в середине мая свой отчет перед жителями городского округа. Мы эти вопросы еще раз поднимем. Но эти вопросы наши, и мы их будем решать, понятно, что опираясь на мнение жителей, на подсказки наших жителей. И критика. Это тоже очень нормально. Помимо обращения к жителям, Андрей Воробьев вручил ордена почетным гражданам Московской области. Звание получили Лео Бакерия, ведущий российский кардиохирург, и Вячеслав Фетисов, спортивный деятель. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Стартовала экологическая акция «Вода России. Берег добрых дел». До июня этого года водоемы городского округа будут очищать от мусора. Также в рамках президентского проекта планируется привести в порядок береговые линии водных объектов. Как прошел первый день экологического марафона. Узнаем из сюжета. Первая коллективная уборка прошла в поселке Томилино. У реки Пихорка собрались сотни жителей городского округа Люберца. Экологическая акция объединила людей, которым небезразлично состояние водоемов. Их поприветствовал глава муниципалитета Владимир Ружицкий. Я всем благодарен, кто сегодня участвует в этой акции. Я думаю, что сегодняшняя акция даст некий импульс. И вы это переводите своим сверстникам, родственникам, близким, что нужно порядок наводить, нужно содержать в чистоте. Поэтому, я думаю, этот импульс позволит нам еще более украсить нашу Люберецкую землю. После торжественного старта началась раздача инвентаря и работа закипела. Пока одни участники акции очищали береговую зону от накопленного мусора, другие избавляли ее от аварийных деревьев. Очищали не только берег, но и саму реку. Мусор с воды собирали с помощью катера. Активное участие в экологической акции приняли представители спорткомитета. Ведь на этом водном объекте тренируются байдарочники. Для них это интересно, излюбленное место. И, конечно, хочется им создать условия для того, чтобы они не в свинстве тренировались, а в нормальных условиях понятно, что у нас не везде есть преграды водные. И это им условно подходит. Всероссийская акция «Вода России. Берег добрых дел» – часть национального проекта «Экология». Впервые она прошла в 2014 году. Сегодня эта акция считается крупнейшей экологической инициативой в стране. За семь лет она объединила более шести миллионов человек. Это важно не только для нас, старшего поколения. Это важно, в первую очередь, для подрастающего поколения. Здесь очень много детей, которые, в принципе, с нами участвуют в этой акции, которые потом передадут по этапу уже и своим детям. Много молодежи, которые им жить дальше, им жить дальше. И, по большому счету, это их земля, их реки, их водоемы. Около 10 километров реки Пехорка и 5 километров реки Македонка станут чище благодаря масштабному экологическому проекту. Чтобы справиться с таким объемом работы, акцию разделили на три этапа. Луиза Игия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Завершился месячник по благоустройству. Кульминацией апрельских субботников стала общая областная акция по наведению чистоты и порядка. Как прошла заключительная коллективная уборка в городском округе, расскажут мои коллеги. Ненастная погода не остановила местом притяжения жителей. Городского округа стало Малаховское озеро. Обновленный и благоустроенный парк – одна из точек главного субботника Подмосковья. Разогреться перед работой помогает живая музыка. Чтобы благоустроенных зон стало как можно больше, в округе стартует всероссийское голосование. В рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» жители Люберец выберут с территории, которые необходимо привести в порядок. Участников субботника ознакомили со списком предлагаемых объектов. Голосование мы начинаем с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Голосование будет проходить при помощи ваших мобильных телефонов. В этом году месячник по благоустройству включил в себя не только уборку общественных территорий и придомовых зон, но и посадку деревьев. Одна из аллей парка «Малаховское озеро» стала зеленее. Участники общеобластного субботника посадили 30 сосен и 20 берез. К коллективной работе присоединился глава округа Владимир Лужицкий. Немножечко погода помешала в сегодняшнем субботнике. Вышли самые отчаянные, такие энтузиасты. За что им огромное спасибо. Музыка. Везде у нас приготовлен чай, сушки, пряники, где-то пирожки. И поэтому есть возможность подышать свежим воздухом. А воздух на самом деле свежий, чистый, потому что весна. Зеленее стало и во дворах. Около тысячи кустарников высадили сотрудники Люберецкого городского жилищного треста. Им помогали жители окрестных домов. Несмотря на дождь, Екатерина Самарина вышла на благоустройство двора. Спасибо за приглашение. Очень всё было хорошо. Кустики посадили. Побольше бы субботников. С собой жители домов принесли хорошее настроение. Инвентарь для проведения субботника предоставила управляющая компания. Были подготовлены кисти, валики и краски. Во время общеобластного субботника планировали покрасить заборы и скамейки. Подвела погода. Покраска сегодня невозможна. Уборка, но там, где явные вещи мы уже убрали, вы видите, кругом чисто. 24 апреля на территории городского округа Люберцы для проведения субботника организовали 73 площадки. На некоторых из них побывали сотрудники госжилинспекции. Жилищная инспекция совместно с Ассоциацией советов многоквартирных домов по поручению правительства Московской области будет произведен выборочный осмотр мест выдачи инвентаря. Есть определенные рекомендации. Соответственно, мы смотрим, фотографируем. Нарушений сотрудники жилинспекции не выявили, зато отметили, Люберцы – это теперь и территория чистоты. Луиза Егия-Зарян, Григорий Ворманин, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Очередной сезон фонтанов открыт. В этом году водные объекты включили в день проведения общеобластного субботника. Три, два, один, поехали! Главный фонтан городского округа находится в Центральном парке. Он построен в 2019 году. Диаметр основания 16 метров. Высота струй достигает 15. Фонтан оснащен системой GSM-оповещения затопления и камерами видеонаблюдения. Музыкальный репертуар включает 12 мелодий. А несколько сотен светильников настроены так, чтобы их свет было видно со всех точек. Какое лето без фонтана. Мы уже привыкли, что в нашем парке есть фонтан такой замечательный. Он стал точкой притяжения для люберчан, для молодежи, для наших гостей. Я думаю, что день-два и солнышко будет, и когда здесь будет фонтан и зелень, это просто красота. Владимир Ужицкий ответил на вопросы жителей городского округа. Вот уже год такие встречи проходят в дистанционном режиме. Обращения к главе Люберис поступают по телефону прямого эфира, а также с помощью сообщений в социальных сетях и по электронной почте. Как прошел очередной онлайн-диалог, расскажет наш корреспондент. Подведение итогов и ближайшие планы встречи с жителями глава округа начал с небольшого отчета. В первую очередь затронул самую актуальную тему – COVID-19 и меры по борьбе с ним. Мы на сегодняшний день открыли пункты вакцинации во всех наших поликлиниках, это 12 пунктов. Открыли 10 стационарных пунктов, по сути, во всех наших крупных торговых центрах. Также мы открыли пункты вакцинации в активном долголетии МФЦ и в ЖК Люберис. Планируем до конца этой недели открыть еще два пункта. Это МФЦ «Тамилино», это микроем «Тицефабрика» и сеть магазинов «Метро», это Новоразанская шоссе 23-й километр. Также глава Люберис поделился планами по празднованию Дня Победы. 9 мая отметят в таком же режиме, как в прошлом году. Без салюта и традиционного парада. Шествие бессмертного полка пройдет в онлайн-формате. На наших городских экранах, в социальных сетях будет вестись трансляция на телевидении. Поэтому заявку можно подать с 20 апреля до 7 мая в личном кабинете на официальном сайте бессмертного полка онлайн. В своем докладе Владимир Ужицкий уже дал ответы на многие вопросы. Но тем не менее, от жителей активно поступали звонки и сообщения. Большая часть обращений коснулась точечных проблем. Когда нам начнут делать парковку у детского сада, между домами 30 по 8 марта и 28 дробь 1 по 8 марта напротив детского сада на Шевлепово. Ряд вопросов коснулся состояния дорог и работы системы ЖКХ. Тема номер один для жителей деревни Марусино – качество воды. У нас на прошлой неделе произошла внештатная ситуация на центральном тепловом пункте Люберецкой теплосети. Они вынуждены были перейти с рабочего насоса на резервник. В результате перехода была поднята эта взвесь и вызвала помутнение немного горячего водоснабжения. На сегодняшний день качество горячей воды восстановлено. И в случае возникновения каких-либо вопросов, я просто убедительно прошу вас обращаться в социальные сети непосредственно ко мне. Все обращения поступившие от жителей, заместители главы Люберец взяли в работу. Некоторые темы находятся под личным контролем Владимира Ружицкого. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. На данный момент прививку сделали более 30 тысяч жителей Люберец. И каждый день эта цифра растет. Глава округа Владимир Ружицкий побывал в стационарном пункте вакцинации, открытом в одном из торговых центров. В стационарный пункт вакцинации Владимир Сухов пришел повторно. Несколько дней назад ему ввели первый компонент спутника ВИИ. Вспоминает, после первого укола осложнений не было. Температура оставалась в норме, рука не болела. Сразу решил, да, и все. Вот уже второй укол пришел делать. Надо делать, и все. У меня все сделали. Вся семья. В ноябре прошлого года Юлия Лакулес переболела COVID-19. Анализ показал, антител в организме мало. На консультации врач сообщил девушке, что сейчас лучшее время, чтобы привиться от коронавирусной инфекции. После заполнения анкеты и осмотра врача введен первый компонент. Сейчас, да, мне отметку сделают. И нужно будет зарегистрироваться в госуслугах. То есть отмечаться дневник наблюдений. Потом на повторную вакцинацию. При повторной вакцинации можно будет распечатать уже сертификат себе полностью, что провакцинировано. На английском, на русском языке. То есть, что мне и нужно будет привезти за границу. В день работы пункта вакцинации в торговом центре «Светофор» в среднем прививается около 80 человек. Для приобретения коллективного иммунитета надо вакцинировать не меньше 60% населения городского округа. У нас 60%, по нашим оценкам, это около 160 тысяч населения. А сегодня вакцинировалось всего только чуть более 33 тысяч. Поэтому нам для того, чтобы подобраться к коллективному иммунитету, еще предстоит большая работа. И это зависит от каждого жителя. В округе открыто 22 пункта вакцинации. 12 в поликлиниках и 10 в торговых центрах и МФЦ. До конца недели откроют еще два – в торговом центре на Новорязанском шоссе и в МФЦ Тамилина. Адреса всех пунктов и график работы можно узнать на сайте администрации городского округа и в социальных сетях. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На этой неделе почтили память жертв чернобыльской катастрофы. В честь 35-й годовщины трагедии на атомной электростанции жители городского округа собрались на аллее памяти, где установлен мемориальный камень ликвидатором аварии. В церемонии возложения цветов приняли участие представители общественных организаций, руководство округа, а также люди, которые боролись с распространением радиации после крупнейшей техногенной катастрофы 20 века. На сегодняшний день в округе проживает 271 ликвидатор чернобыльской аварии. Хороший светлый день. Я тогда помню тоже были вот такие апрельские дни, потом майские. Была солнечно, хорошая погода, а такое горе постигло. Поэтому всем живым здоровья и долголетия, а тех, кого с нами нет, вечная память. Радиоактивное облако затронуло не только Украину, но и территорию Белоруссии, северо-запад России. Поэтому и там люди впоследствии страдали с заболеваниями, несовместимыми с жизнью от радиоактивных осадков. Взрыв, который прогремел на четвертом реакторе в ночь с 25 на 26 апреля, навсегда изменил судьбы многих людей. Из Люберец на ликвидацию последствий катастрофы отправились более 700 человек. Наша съемочная группа познакомилась с одним из свидетелей тех событий, Сергеем Соловьевым. Где-то 10 мая после праздников нас вызвали, шесть солдат, капитан отобрал. Учили нас три дня на этих станциях. Нам сказали, что поедете в Чернигов качать в баллоны азот для Чернобыля. В Чернигов прилетели на вертолете. У нас форму забрали, документы, все. Переночевали мы ночь. И на вертолете у нас в Чернобыль вертолетную площадку там на БТРе отвезли на станцию. 19-летним парнишкой он тогда не понимал, что попал в эпицентр масштабной катастрофы. До окончания службы в армии в Винницкой области оставалось чуть больше года. Неожиданная командировка в Чернобыль навсегда осталась в памяти. Вертолеты шауряли туда. Всякий там свинец, песок. Один раз что-то он попал куда-то в вертолет. Оттуда такой оранжевый дым. Я такого цвета вообще в природе нигде не видел. Привозили партизан, запасников, которые чистили крышу. Вот. Ну, они посидят часа два, наверное, потом их, видать, уходят на работу, а обратно уже их, видать, сразу увозят. Чернобыль оставил отпечаток не только в памяти, но и на здоровье. В зоне аварии Сергей Соловьев провел 7 дней и 7 ночей. Кормили нас очень хорошо. С вертолетной площадки увозили. Три раза увозик приезжал в день. У нас спасло, что желудок всегда был полный. Радиация бьет по желудку сразу. После успешного выполнения задачи Сергея Соловьева вместе со служивцами отправили в военный госпиталь. Лишь потом молодые парни узнали, что лечились от лучевой болезни. В 90-м году во время диспансеризации у ликвидатора аварии выявили несколько хронических заболеваний. Но, несмотря на все это, с закаленной жизненным опытом чернобылец продолжает трудиться и заниматься общественной деятельностью. Сейчас вот на пенсии я все равно не могу. Я сиди такой, наверное, человек. Луиза Игазаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 25 вопросов о войне. Люберцы присоединились к всероссийскому проекту «Диктант Победы». Два года назад по поручению президента Российской Федерации он был запущен партией «Единая Россия». В округе «Диктант» писали на пяти площадках. Главной, как и в прошлом году, стала территория музейно-выставочного комплекса. Все подробности далее. Когда началась Великая Отечественная война, знаковые события и великие полководцы тех лет. На эти вопросы Алина Смокота отвечает без отруднений. Говорит, в школе очень нравилось изучать историю, в том числе и период Великой Отечественной. В «Диктанте Победы» Люберченко участвует второй раз. Не ради победы, а ради памяти о тех событиях. В принципе, нет сложных вопросов. Если вы проходили базу до девятого класса, какую-то информацию брали в одиннадцатом классе, в десятом, то это, в принципе, очень даже легко. Что-то нам рассказывают наши бабушки, дедушки. Поэтому, в принципе, нет ничего сложного. Организатор «Диктанта Победы» – партия «Единая Россия» при поддержке российских исторического и военно-исторического обществ. В этом году большинство вопросов связано с первым этапом Великой Отечественной войны. Это прекрасная возможность всем проверить свои знания. И прекрасная патриотическая акция для того, чтобы люди знали свою историю. И, зная историю, развивается в человеке патриотизм, любовь в своей стране. Это очень правильно и здорово. В Люберцах «Диктант Победы» писали на пяти площадках. В общей сложности в нём приняли участие около 300 человек. К акции присоединился министр физической культуры и спорта Московской области Куратор Цур Люберец Роман Тюрешков. Он ответил на все 25 вопросов. Историю нельзя не знать. А если где-то мы запнёмся, то в любом случае каждый, придя домой, захочет себя и перепроверить, и изучить историю. И каждый раз, каждый год, когда будет проходить подобное мероприятие, мы уже будем более ответственно к этому относиться, читать учебники по истории. Что сделает нашу победу великой и переписать, и обесценить её будет невозможно. Итоги станут известны 24 июня. Победителей пригласят на Парад Победы 2022 года. А выпускники школ, правильно ответившие на все 25 вопросов, получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Отмечаем Воскресение Христова. Это один из 12 главных церковных праздников в календаре православных верующих. В честь Светлой Пасхи депутаты городского округа Люберца Дмитрий Сухов и Дмитрий Кристинин провели благотворительную акцию. Совместно с активистами молодой гвардии «Единой России» они подарили членам общества инвалидов, совету ветеранов микрорайона «Красная горка» и активу фонда «Сердце матери» пасхальные куличи. Впервые такая акция прошла в 2010 году. С тех пор она стала традиционной. Праздничную выпечку получили и подопечные социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Мы всегда традиционно, у нас есть ряд таких праздников, одним из которых является Светлое Христово Воскресение, когда мы приходим с подарками, в данном случае с пасхальными куличами, с детками разговариваем, рассказываем им коротенько об этом дне, пытаемся объявить свое внимание в эти праздничные дни. Всего в этом году организаторы социального проекта закупили у Люберецкого хлебокомбината 425 куличей. В преддверии Христово Воскресенья в клубе «Активное долголетие» организовали акцию «Пасхальное яйцо». Пенсионеры смогли научиться разным приемам декорирования яиц, а заодно и отлично провели досуг. Лидия Маслова в свои 72 года ведет активный образ жизни. Одно из любимых ее занятий – рукоделие. Она шьет кукол и украшает поделки. Столько много поделок было, что я всех раздарила. Ну куда еще? Я покупала тогда картины вот по номерам и рисовалась здесь уже этим занималась. У меня сейчас штук 8, наверное, картин. Чтобы не сидеть дома, пенсионерка посещает различные мероприятия. Сейчас большую часть времени она проводит в Люберецком клубе «Активное долголетие». Так, накануне православного праздника Воскреснения Господня там решили организовать акцию «Пасхальное яйцо». Все желающие смогли украсить атрибут на свой вкус. Использовали краски, наклейки и даже восковые карандаши. Красота. Это всегда украсит. Тем более полезно. К акции присоединился и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. В компании «Прекрасных дам» он раскрыл свой творческий потенциал и зарядился положительными эмоциями на целый день. Тут разнообразные краски, разнообразные подходы с точки зрения оформления этого пасхального яичка. Они разрисовывают разные краски. Такие люди все интересные. И понятно, что они это все домой принесут. Поэтому здесь есть разрядка. Такой они заряжаются хорошей энергетикой. Сейчас в Люберецкий клуб «Аксивное долголетие» посещают около трех тысяч люберчан. Каждый может найти занятие на свой вкус. Записаться можно по телефону или прийти лично по адресу Куракинская улица, дом 5. Анастасия Стефанинская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Самое дорогое место на парковке. Инспекторы ГИБДД и сотрудники Центра социальной защиты населения провели совместный рейд. Они выявляли водителей, оставляющих свои автомобили на местах для инвалидов. Григорий Ворванин выяснил, часто ли люберецкие водители нарушают правила парковки. Будний день – парковка у торгового центра. Свободных мест достаточно. Пустуют и места, выделенные для инвалидов. Поэтому Людмила Бортко с легкостью припарковала автомобиль. Говорит, даже со специальным знаком «инвалид» иногда приходится долго искать, где оставить машину. Бывает, конечно, но в основном суббота-воскресенье. А так? Проблем не возникает с парковкой. Владелец этой иномарки нашел свободное место на парковке, да еще и близко к входу в торговый центр. Вот только припарковал автомобиль на месте, предназначенном для инвалидов. При этом под лобовым стеклом специального знака нет. Как нет и номера машины в специальном реестре, куда заносят особые автомобили. А это уже нарушение. За это предусмотрена административная ответственность по статье 12.19.2, которая предусматривает административный штраф в размере 5000 рублей. Ежедневно сотрудники ГИБДД выявляют около десятка таких нарушений. Инспектор фотографирует автомобиль, водителю выписывают штраф, а транспортное средство эвакуируют на специализированную автостоянку. Владелец сможет забрать свой автомобиль лишь после оплаты штрафа. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. С начала 2021 года в Люберцах на железнодорожных путях погибло 7 человек. Чтобы предотвратить подобные случаи среди школьников, учителя лицея номер 4 пригласили на открытый урок начальника административно-пассажирской инспекции. Возможность сэкономить деньги на проезде привлекает огромное количество людей. Вот только эти попытки могут стоить жизни. В 2020 году на железной дороге в черте городского округа Люберцы погибло 23 человека. А все из-за незнания правил поведения в зонах повышенной опасности. Безопасность переходит через железнодорожные пути в ближайшем направлении. То есть через управляемые пешеходные переходы, через подземные или надземные. Ни в коем случае не переходить железную дорогу по пролому, случайным тропам и ненадлежащих местах. Еще одна причина гибели – капюшоны и наушники. За плотной тканью поезд незаметен, а громкая музыка мешает услышать предупреждающий сигнал. Однако железная дорога – не единственное опасное место. Получить травму можно и в другом общественном транспорте. Допустим, если вы вышли из автобуса, как вы должны перейти дорогу, если вам надо? Совсем скоро школьников ждут долгие летние каникулы. Шестиклассник Леонид уже решил, что проведет их на даче и, конечно, возьмет с собой любимый самокат. Но теперь он точно знает, как правильно кататься. У меня есть самокат, я на нем часто катаюсь. И я всегда именно на нем перехожу дорогу, но никогда не катаюсь, потому что я понимаю, что этого делать нельзя. В конце урока гости пожелали ребятам хороших оценок и веселого лета. И о том, что в любое время года не стоит забывать о правилах безопасности. Анастасия Стефанинская, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ. В Центральном доме журналиста наградили победителей и лауреатов регионального конкурса «Точка.ру». Ежегодно в этом проекте принимают участие муниципальные СМИ, которые ведут активную работу на интернет-площадках. В числе обладателей первых мест оказался и наш телеканал. Седьмой областной конкурс «Точка.ру» стартовал в начале прошлого года. В нем приняло участие более 40 сайтов средств массовой информации. Борьба за звание лучшего интернет-портала шла в 10 номинациях. Одна категория представлена впервые. Мы видим и таких участников информационной среды, медийной нашей сферы, как блогеры. И если это социально ответственные люди, если они распространяют общественно значимую информацию, то мы поддерживаем таких блогеров. И чем дальше, тем больше профессиональных журналистов начинает вести свои блоги. И, конечно, это наши люди и участники вот этого информационного процесса. Постоянный участник конкурса «Люберецкое районное телевидение». Сайт телеканала был создан в 2011 году. За 10 лет он несколько раз видоизменялся. Последнюю версию организаторы и судьи проекта «Точка.ру» признали лучшей. Именно эта награда, она действительно значима. И действительно, мы ее ждали достаточно долго. Душу в этот сайт вложило достаточно много людей. Среди них есть наш автор-корреспондент Луиза Игазарян, наш технический директор Денис Зяблов, главный редактор Елена Кирсанова. Поэтому, конечно же, это награда действительно не только одного человека, это награда нашей команды. В числе лауреатов сотрудники переслужбы администрации городского округа «Люберца». Они заняли второе место в номинации «Лучший информационный сайт муниципалитета». Все участники прошли два этапа конкурса «Голосование» и независимую оценку специалистов РИАМа. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Залог победы в ежедневных тренировках. Юношеская команда по баскетболу школы Олимпийского резерва «Спартак» стала чемпионом Московской области. Титул они завоевали во время финала четырех, который прошел в Химках. Мой коллега Григорий Ворванин пообщался с чемпионами. Дмитрий Билых – снайпер юношеской команды «Спартак». Любимых точек для броска две – угол баскетбольной площадки и линия штрафной. С них баскетболист чаще всего попадает в корзину. Во время одного из матчей набрал 46 очков из 93. Это говорит результат ежедневных тренировок. Надо было каждую тренировку пытаться что-то улучшить в своем метании броска. То есть надо было каждую тренировку бросок отрабатывать правильно. Дмитрий подтвердил свое мастерство в импровизированном мини-турнире по штрафным броскам. Результат – три попадания из пяти. Последний. Ноль из пяти. Какую ошибку я допустил, когда бросал? Ну, вы постоянно мяч заставали из-под юбки. Надо сразу мяч поставить над головой и потом уже пускать мяч. На ежедневных тренировках отрабатывают не только броски. Ведение мяча и многочисленные комбинации в атаке, а также расстановка во время обороны. Капитан юношеской сборной Эрик Черных уверен, доведение до автоматизма всех элементов помогает во время ответственных матчей. Так и произошло в начале апреля, когда люберецкие баскетболисты в финале четырех в упорной борьбе со счетом 45-41 обыграли соперников из Павловского посада. В финале надо было иметь силу воли и отстоять, чтобы забивать и защищаться. Спустя время уже все налаживается. Став чемпионами Московской области по баскетболу, люберецкие спортсмены почувствовали вкус победы. И теперь ребята хотят выигрывать все матчи и турниры. На тренировках они стали тренироваться еще лучше, азарта стало еще больше. И в принципе ребята сейчас этим делом горят и живут баскетболом. В этой команде есть ребята, и их немало, которые при должном отношении к делу, при том, что они будут очень стараться и очень любить баскетбол, они могут в будущем что-то достичь. Сейчас ребята готовятся к очередным соревнованиям. В начале мая им предстоит сыграть в суперфинале открытого межрегионального турнира по баскетболу «Кубок Феникса». Он пройдет в Саратове. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Окружной турнир по карате. В нем приняли участие почти 200 мальчиков и девочек. Своё превосходство над соперниками они доказывали в поединках на татаме. Наш корреспондент продолжит. Ногой в корпус – любимый удар Семена Красикова. За него судьи дают больше очков. В своем первом бое на этом турнире победил. Сработала тактика. К тому же воспользовался ошибками соперника. Но он не держал руки у головы. Я ему давал по голове. И он бил его часто в лицо. Правила соревнований по карате Кио Кушенкай запрещают удары руками в голову и ногами в пах. За это начисляют штрафные баллы. Все остальное разрешено. Во время боя судьи оценивают технику спортсмена и ущерб, нанесенный сопернику. Правильность выполнения ударов в бою. Соответственно, если толкание, то штрафуются очками. Ущерб – это, если, допустим, человек пробивает ногу, пробивает корпус, пробивает голову. Вот это называется ущерб. Судьи оценивают ущерб, ну, так скажем, силу ударов. От серьезных травм спортсменов защищают шлем, панцирь, накладки и перчатки. Именно поэтому в секции карате Кио Кушенкай приводят детей в возрасте от 4 лет. Занимаются этим видом спорта и девочки. Милана Изерская занимается карате не так давно. Говорит, всегда нравилось постоять за себя. И накопившуюся энергию можно выплеснуть на татами. Во время турнира провела два боя. В обоих одержала победу. Первый бой чуть-чуть страшно. А потом, когда я выигрываю первый бой, у меня дух встает бодрее. После всех поединков в каждой весовой категории были названы имена победителей. Им вручили медали и дипломы. Для многих спортсменов это первые награды большого турнира. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Три минуты на победу. В Люберцах состоялось первенство Московской области по самбо среди мальчиков и девочек 11-12 лет. В турнире приняли участие около 200 спортсменов. Это отборочные соревнования. Победители автоматически попадали в состав сборной команды Подмосковья на предстоящем всероссийском турнире. Подробности далее. В честь городского округа Люберцы защищали 8 юных самбистов. В весовой категории 31 килограмм на ковер вышел Матвей Киселев. Его соперник с первой секунды пытался провести переднюю подсечку. Этот прием дает преимущество по очкам. Люберчанин к такому напору был готов и постарался сделать болевой прием, но в итоге сам пропустил атаку. Первый бой для Матвея завершился поражением. Главное стоять крепко на ногах, наверное, и не падать на живот. В некоторых случаях я был сам виноват. Не комбинировал, не делал атаки. В весовой категории 26 килограммов у девочек был сразу финальный поединок. Это, по словам Милены Поповой, и сказалось на результате. Для спортсменки турнир в Люберцах – первое соревнование в карьере. Признается, не смогла побороть волнение. Мне было некомфортно, но я впервые, когда выходила на ринг. Ну, и страшно одновременно. Но так-то этот, мне даже этот, как сказать, страшно, да. Понравилось и понравилось, да. В первом из пяти поединков Люберчанка Александра Калинина пощекотала нервы и себе, и тренеру. Ведя с преимуществом четыре очка, дала возможность сопернице провести прием на удержание. Тем самым счет стал равным. Один результативный прием все же позволил Александре одержать победу. Я испугалась, что я сейчас проиграю, что я подведу папу, своего тренера, и будет полный позор. Во время поединков эмоции порой преобладали над тактикой. В возрасте 11-12 лет это допустимо. Техника, она оттачивается из года в год, поэтому это самый начальный возраст. В других возрастах, конечно, уже идет более, скажем так, профессиональный подход, и техника уже преобладает над эмоциями. Дети разные, каждый со своим характером. Для кого-то давление это в минус идет, для кого-то давление, наоборот, придает дополнительные мотивации, силы. И некоторые результаты получаются на таких соревнованиях очень неожиданными. Эти соревнования отборочные. Победители, помимо дипломов и медалей, получили путевку в сборную команду Московской области. Чемпионы представят Подмосковье на всероссийском турнире по самбо. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 3 мая в 19.00 в прямом эфире на нашем телеканале программа «Диалог с главой». Жители округа смогут задать вопросы Владимиру Ружицкому по телефонам студии. Присоединяйтесь. А у нас на этом выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин